так и значит смотрите вот это геометрические формы как вы сказали да так вот это вот как называется а вот это что да а вот это а вот это треугольник треугольник параллелепит скорее ну как не знаю честно говоря тоже это цилиндр так вот это она сама двигается так и вот это называется как одним словом геометрические фигуры простые геометрические фигуры вот смотрите ну последний то вот это как смотрите кроме вот то что мы это пораньше пробовали рисовать кроме вот вот этого ничего больше нету все остальное повторение вот этих же элементов то есть достаточно знать если утрировать это все смело можно вот это все убирать вот оставить вот это этого будет достаточно вот большому счету даже вот этого вот поэтому смотрите вот это вот наша акционометрия которая вот нам позволяет это все в принципе сильно у не уходить зону исследования там рисовальное как бы рисовать перспективе то вот это все в акционометрии можно все быстренько и изобразить например давайте что-нибудь поэтому изобразим какая была идея к примеру с держательной зубной щетки да ну давайте сделаем держательной зубной щетки подставка под телефон для телефона давайте миниатюрную поставку по телефона по телефон значит вы повторяете за мной вот я постараюсь что-то делать вертикально поставьте лист подложить его с акционометрию так с чего начинается процесс значит сначала рисуется какой-то эскиз ребята вы считаете сколько там вас треугольников видно все на один многовато маловато потому что как бы тут мы будем резать формы то есть вырезать как бы подставку то есть посмотрю приносил бумагу как то вот очень очень часто вот эта подставка может быть вот виде вот такой какой-то штуки вот и вот соответственно по то есть вам нужно для начала нарисовать много много эскизов вот с таким ситуацией справляетесь вот если нарисовать вы как бы нарисуете попробовать давайте посмотрим что у вас получается фотошопе будет конечно это все намного проще потому что у вас допустим есть модель и там каждый раз с 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 повторение этого всего же хорошо давайте рассмотрим ситуацию как как можно вообще вот телефон за счет чего может у меня немного зеркально переворачивается то есть как бы и не видно ну как получается что у меня слева направо вы смотрите я правша а здесь показывает будто я лежа то есть вы учитываете что чуть-чуть у меня как бы не так так допустим если это вот телефон вообще удобная штука вот которая подставка она очень хорошо на столе да вот основная его функция это наглядность и под подзарядка да что вот хорошо там можно поставить но тут самая хорошая штука это то что если это вопрос идет стиля что как бы подставка она чтобы не падала и было с другой стороны вот что-то как бы ну стильный элемент как бы дизайна тут очень важно так у меня идет повторение какое-то я спонтанно все это рисую но к примеру если вот этот это кресло особо утрежу насчет кресла вот это лишнее можно обрезать то что не нужно вот и получается у нас вот такая вот форма давайте вот рассмотрим смотрите ситуацию как какую в самом начале для того чтобы принципе вашу идею которую вот мы сейчас поднимали вообще как 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 тема для создания прототипа и сам как визуализировать эту идею прежде всего нужно как бы решить как стратегию что это как это вообще вот она может получиться ну то есть его ее нарисовать если там наушники какие-то они могут быть беглые на салфетке сделанные как-то чтобы перед лицом отложить и потом уже проектировать уже на листе но потом после того как чтобы это вкладывать ну то есть не знаю в рисовать в геометрической форме в такой вам нужно представить сначала первое буква а это увидеть сам силуэт сбоку это вот как раз вот то что в первом ряду и б это вам нужно этот силуэт нарисовать более-менее в кубе или как-то призма до параллелепипеде параллелепипеде в общем понятно да допустим вот то что вот я нарисовал эти случаи как раз вот отража отражены здесь вот после после этого после этого идет построение вот этого всего в данном случае вакцинометрии попробуйте сейчас вот сделать какой-нибудь вариант из этого всего можно можно свой вариант смысл того чтобы должно получиться это то что чтобы у вас ну конце концов получилось вот это то здесь особые знания не нужны тем более у вас всегда есть подсказка под за листом сама аксонометрия смысл в том чтобы вы научились это применять тут как как раз потребуется знание вот то что мы зафиксировали по начертательной геометрия вот мы сейчас это и это вторая второй этап восьмой 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 смотрите чтобы конструкция не падала допустим у меня вот тут вот она будет явно падать вот вот вот